Команда Навального пообещала силовикам 100 тысяч евро за информацию об убийстве Алексея. И силовики, это не только сотрудники ВСИН, это и ФСБ, и другие, наверняка те, кто курировал то, что происходило в колонии. Но если мы будем говорить про ВСИН, то какова вероятность передачи сведений именно от сотрудников ВСИН? Как ты думаешь? Я думаю, она довольно высокая. Я думаю, что это самая высокая вероятность. Поскольку текучка кадров там большая, интриг там много. Но я думаю, что просто люди из ФСБ об этом помнят и знают. Это же местный уровень. Наверняка с местным уровнем, конечно, что-то утечет куда-то. Напомню, что Христо Грозев в одном из последних интервью, и не только он, говорили о том, что в большей опасности теперь политзаключённые. И мы понимаем особенно те, кто на виду больше других, типа Ильи Яшина, Владимира Кармурза и других. И вообще возможно ли сейчас продолжение разговора об обмене или что-то такое, чтобы вытащить их каким-то образом? Ну, вы понимаете, переговоры, они шли всегда об обмене политзаключённых. И я очень надеюсь, что они будут продолжены. Я не садимаюсь, что они будут продолжены американской стороной, потому что американских заложников в России больше всего, и это типичные заложники. Журналист Эван Гершкович, о котором даже, собственно, Карлсон задавал вопрос Путину в этом знаменитом интервью, он вот заложник, в общем, по американским меркам номер один, и о нём всё время говорят. И это такой чистый случай заложничества, когда журналисты, Олстрый журнал взят, в общем, не имеют никакого отношения ни к шпионажу, ни к чему. И мы с вами знаем, что даже получился сейчас срок, екатеринбургский специалист по коммуникациям, по паблик релейшнс, который был последний на связи с Гершковичем, и он успел рассказать, что его допрашивали и интересовали следователи не фейки российской армии, не что они там ещё, интересовали именно, его всё время допрашивали по его связи с Гершковичем. Этот вопрос волнует и американцев, и российскую сторону, и мы с вами видим прекрасно, что российские власти продолжают брать в заложников имена американцев. И в Екатеринбурге была задержана девушка с двойным гражданством, и в Питере был взят тоже молодой человек, не говоря уже об аресте в Казани журналисты «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. И заложники пребывают каждый день. Но это американская сторона. Путина волнует по-прежнему Красиков. А Красиков – это не американская сторона. Красиков – это Германия. И я так полагаю, что удалось продавить позицию, несгибаемую позицию немцев, удалось продавить до убийства Навального, что можно, ладно, окей, говорить об обмене Красикова, но сейчас, когда фактически получилось, что хорошо, меняем Красикова на Навального, условно говоря, была такая позиция, а теперь получается, что российская сторона начала убивать заложников, то есть по логике, по немецкой логике, значит, довольно страшно говорить о том, что на месте Навального может быть сейчас, например, Кара Мурза, например, или, не знаю, Саша Скочеленко. Если Путин убивает заложников, то какая должна быть ответственность у переговаривающей стороны? Конечно, переговор отброшен назад. Отброшен назад очень и очень сильно. При этом действительно сидит за стенках Владимира Кара Мурза, который все-таки был дважды отравлен новичком, дважды. И букет его заболеваний, который в связи с этим получен, не позволяет говорить о том, что Владимир Кара Мурза не то, что там доживет до конца своего срока, а что он вообще выживет в ближайшее время. И я напомню, что Владимир Кара Мурза находится в самых жестких условиях, в самых жестких из возможных. Во-первых, он находится в омских зонах, а омские зоны – зоны с самой плохой репутацией в России. Собственно, плохая репутация, очень плохая репутация в России во Владимирских зонах, в омских зонах, еще в Иркутских зонах. Но в Иркутских зонах сейчас вот большое разбирательство по поводу пыток, и так регион так достаточно сильно трясет. А в Омске во Владимире пролю в глаза божья роса. И мало того, что Владимир Кара Мурза сидит в самом жестком регионе, где ломают людей. Специализация, давняя специализация, давнишняя, десятилетия еще в Советском Союзе сложившаяся, что они там ломают людей. Ломают людей с убеждениями. В основном они специализируются на ворах в законе. На воров в законе давным-давно нет. И они ломают людей уже просто с принципами. И он находится при этом в строгой ИК-7. И не просто в ИК-7, а он находится в ЕПКТ до мая. Он заключен в том, что в Камерном помещении камерного типа. Да, это в строгой зоне еще тюрьма. Он находится в одиночке в ЕПКТ. В едином помещении камерного типа. То есть он распределен отсиживать в соседней колонии ИК-6. Но там нет. Единое помещение камерного типа обычно одно на область. Это в соседней зоне ВК-7. Его перевезли в соседнюю зону и поместили там в тюремную тюрьму. Тюрьма в тюрьме. Да, тюрьма в тюрьме. И вот он там будет сидеть до мая. И это, мягко говоря, не способствует никак. Не то чтобы излечение. У него неизлечимый теперь букет заболеваний. Это вообще не способствует выживанию. И мы с вами присутствуем в прямом эфире. Когда мы говорили с вами несколько месяцев назад, что Навального убивают в прямом эфире. Вот она на наши глаза. Сказала, что невозможно. Алексея невозможно убить. Невозможно. Потому что он уже все прошел, выжил. И он такой большой, смелый, веселый. Ну, невозможно представить его мертвым себе. А вот сейчас приходится говорить такие вещи о Владимире Карамурзе. Что он не переживет этого года. Вот этого 24-го года он не переживет, если так все продолжится. Субтитры создавал DimaTorzok